Аккумуляторы, пожалуй, самая больная тема современных гаджетов. Вспомните, сколько раз вы включали режим энергосбережения, чтобы дотянуть до вечера, или судорожно искали розетку, чтобы девайс протянул хотя бы еще часик. А если сюда прибавить то, что за несколько лет активного использования аккумуляторы существенно теряют в емкости, то нет ничего удивительного в том, что появляется множество мифов, которые призваны продлить срок жизни батареи, но на деле или ничего не меняют, или делают только хуже. И вот как раз таки сегодня мы поговорим о таких заблуждениях, многие из которых уже старше нескольких десятков лет. Первый миф. Аккумулятор нельзя разряжать до нуля процентов. Это один из самых популярных мифов. Дескать, если вы будете постоянно разряжать смартфон с литиевым аккумулятором до нуля процентов, то тот значительно быстрее начнет деградировать. Проблема в том, что тут люди путают 0 вольт и 0 процентов, а ведь это разные понятия. Так 0 процентов на экране своего смартфона вы увидите при 3,5 вольтах. А деградировать литиевая батарея начинают при снижении напряжения ниже 3 вольт. А опустить напряжение до такого уровня не даст умный контроллер, который заблаговременно отключит батарею. Поэтому не стоит переживать, видя, что телефон полностью разрядился. Это никак не повлияет на здоровье аккумулятора. Второй миф. Оставлять телефон на ночь на зарядке равно убивать его аккумулятор. Да, это очень популярное заблуждение, причем объясняют его двумя разными способами. И оба они неверны. Первое объяснение гласит, что аккумулятор может перезарядиться или перегреться. Разумеется, этого не происходит, так как контроллер заряда достаточно умный, чтобы отключить зарядку батареи при 4,2 вольтах на них. А ночные взрывы аккумуляторов происходят в основном из-за неисправностей именно электроники, а не самих батарей. Второе объяснение говорит о том, что после того, как аккумулятор зарядится, он, разумеется, начнет разряжаться. Увидев некоторое падение напряжения, контроллер снова начнет его заряжать. И так всю ночь по кругу, увеличивая количество циклов перезарядки. На деле механизм действительно такой, за одним важным но. В большинстве случаев контроллер начинает снова заряжать батарею, только если она разрядится больше, чем на 5-10%. А с учетом того, что устройства за остаток ночи теряют от силы пару процентов заряда, можно не беспокоиться о здоровье их батарей. Третий миф. Как только аккумулятор наберет 500, а то и 1000 циклов перезарядки, его обязательно нужно менять. Это заблуждение не самое частое, но временами оно все же встречается. Хотя по сути, данный миф вообще не имеет под собой никакого ни физического, ни химического объяснения. Все банально сводится к тому, что некоторые производители гаджетов, например Apple, рекомендуют менять аккумуляторы спустя некоторое количество циклов перезарядки. На практике же, чем больше циклов перезарядки, тем больше электроды окисляются и коррозируют, тем самым уменьшая максимальный ток и емкость батареи. При нескольких сотнях циклов эти изменения становятся уже заметными, теряются десятки процентов емкости, а при низком заряде смартфон может неожиданно выключиться. Но опять же это абсолютно не опасно, просто некомфортно. Четвертый миф. Использовать можно и нужно только оригинальные зарядки. Вспомните новости о сгоревших или взорвавшихся аккумуляторах. Что обычно там пишут? То, что использовалась не оригинальная зарядка. И да, именно так рождаются мифы. На деле смартфону абсолютно без разницы, откуда брать ток. От оригинального зарядника, от стороннего, от двух проводков, касающихся нужных контактов в разъеме, или от лабораторного блока питания. Тут огромную роль играет именно качество зарядного устройства. Оригинальные обычно проходят множество проверок и являются безопасными. Чего не скажешь о купленных в переходах адаптерах за 50-100 рублей. Они могут и напряжение завышать, и ток, иметь недопустимый уровень пульсации и тому подобное. Поэтому не важно, используете вы оригинальный зарядник или нет. Главное, чтобы он был качественным. Пятый миф. Использование аккумулятора на морозе сильно ему вредит. Думаю, многие сталкивались с тем, что на морозе смартфон начинает разряжаться быстрее и даже выключаться, что наталкивает на мысль, а ведь батареям это не полезно или даже вредно. На деле все очень просто. Электролит в аккумуляторах это водосодержащий гель. А вода, как известно, замерзает при отрицательных температурах, выводя из работы часть банки. В результате чего она оказывается не способна выдать нужный для работы ток. Просаживается напряжение, и контроллер начинает считать это разрядом. А при падении напряжения ниже критического банально выключает смартфон. Но, разумеется, это не навсегда. При вносе устройства в теплое помещение, аккумулятор вернет себе исходную емкость. Разве что потеряет часть заряда. Поэтому можете смело использовать гаджет на морозе, и его аккумулятору это не навредит. Правда, стоит учитывать, что потом при отогревании устройства, внутри может образоваться конденсат. И вот он уже вполне может убить любимый смартфон или планшет. Шестой миф. При повреждении аккумуляторы загораются и взрываются. Наверное, многие видели ролики на ютубе, которые выглядят эффектно, где проткнутые батареи красиво и ярко горели, а иногда даже взрывались. В реальности все, как обычно, сурово. Современные аккумуляторы в гаджетах делают максимально безопасными. И в самом худшем случае, сгибая или протыкая батарею, вы лишь почувствуете некий нагрев и увидите легкое тление. Разумеется, я не призываю все бросать и идти играться с аккумуляторами, и тем более не буду описывать способы, которые гарантированно заставят их загореться. Я лишь скажу, что сделать это не так уж и просто, и в бытовых условиях поврежденный аккумулятор едва ли несет за собой серьезную угрозу. Так что, конечно, не стоит кидать его на пол с криками «Мы все умрем» и убегать из квартиры. А дабы не было проблем с горящими смартфонами, наверняка заглядываем на e-каталог, переходим в раздел смартфонов и выбираем себе подходящее устройство на любой бюджет. Цены и количество предложений вас должны приятно удивить. Естественно, все ссылки в описании, так что не льнись и переходи по ним. Седьмой миф. Выключение Wi-Fi или Bluetooth продлит время автономной работы. Да, это достаточно распространенное заблуждение, которое кажется логичным, ведь не даром тот же Wi-Fi роутер может греться, когда вы качаете торренты. На практике устройства связи практически всегда находятся в состоянии сна и работают только тогда, когда нужно передать какие-либо данные. Поэтому не обязательно выключать Wi-Fi на смартфоне, уходя из дома. Без использования соединения модем будет потреблять минимум энергии и, вполне возможно, даже меньше, чем потребуется на его повторное включение в будущем. В итоге, в лучшем случае, за сутки отключение того же Bluetooth может сэкономить вам пару процентов заряда. Однако, согласитесь, это явно не то, о чем вы мечтали. Особенно, когда читали гайды по продлению автономной работы вашего смартфона. Восьмой миф. Всегда перед зарядкой нужно полностью разряжать аккумулятор. Забавно, но это заблуждение диаметрально противоположно первому из списка. И, к слову, оно действительно имеет под собой некое химическое объяснение. Правда, не работает так, как нужно для современных литиевых батарей. А все дело в том, что пару десятилетий назад были сильно распространены никель-кадмиевые аккумуляторы, которые обладали эффектом памяти. Иными словами, если вы начинали заряжать неразряженную полностью батарею, то ее емкость снижалась. У литиевых аккумуляторов такой эффект памяти минимален, поэтому заряжать их можно с любого и до любого уровня заряда. Правда, все же раз в несколько месяцев имеет смысл разрядить гаджет в ноль и зарядить на 100%. Это откалибрует батарею и позволит контроллеру более точно показывать уровень заряда. Девятый миф. Вздувшийся аккумулятор опасен, и его нужно немедленно выбрасывать. Во-первых, выкидывать аккумуляторы в принципе нельзя. Они как минимум серьезно загрязняют окружающую среду. Во-вторых, если не эксплуатировать эту батарею дальше, то она ничем не опаснее обычной пальчиковой батарейки. Но вопрос, почему же аккумуляторы вздуваются? При химической реакции, которая собственно и питает ваши гаджеты, происходит частичное разложение электродов и электролита с образованием газа. Конечно, этот процесс обычно идет крайне медленно, и если аккумулятор не бракованный, вздутие можно увидеть лишь при тысяче и более циклах перезарядки. И то не всегда. Разумеется, если такой аккумулятор дальше не эксплуатировать, то газ больше появляться не будет, и он не взорвется. Часть аккумуляторов оборудованы клапанами, чтобы его стравливать. Но даже если их нет, просто аккуратно отключите батарею и сдайте ее в специальный приемный пункт в вашем городе. Кстати, некоторые умельцы аккуратно протыкают аккумуляторы, стравливают газ и продолжают их использовать. Лично я не рекомендую этого делать, ибо разгерметизация чревата дальнейшими проблемами. Да и оставшаяся полезная емкость будет зачастую достаточно низкой. А делают так обычно, чтобы скрыть дефект при перепродаже устройства. Так что обязательно внимательно рассматривайте аккумулятор, если имеется такая возможность. Десятый миф. Как только гаджет покажет 100% заряда, его нужно отключать от сети. Это заблуждение обычно следует сразу же после второго в нашем списке. И казалось бы, оно имеет смысл. Раз 100% горит, значит батарея заряжена, и нечего ее дальше насиловать. На деле аккумуляторы давно уже заряжаются хитро. Обычно где-то до 80% идет быстрый заряд, зачастую за полтора часа, может час. А вот дальше, дабы продлить срок жизни батареи и не допустить перегрев, она начинает заряжаться малыми токами. И даже если горит 100%, все равно потихоньку емкость увеличивается. Правда, очень и очень медленно, но все же это зачастую может дать вам еще полчаса, а то и час автономной работы, что, конечно, иногда очень важно. Одиннадцатый и последний миф. Быстрая зарядка убивает аккумуляторы. Это заблуждение современное, что, конечно, никого не удивляет, ведь технологии быстрой зарядки появились относительно недавно. Адепты данного мифа говорят о том, что большой ток быстро приведет батарею в негодность. И сюрприз, они правы. Вопрос только в том, насколько большим должен быть ток. На деле, современные литиевые батареи могут заряжаться до 80% токами от 0,7 до 1,0C, где C это емкость аккумулятора. Иными словами, если в вашем гаджете стоит аккумулятор емкостью в 3500 мАч, то его можно заряжать током аж до 3500 мАч. А если ячеек, например, 2, как в смартфонах от OnePlus или многих планшетах и ноутбуках, то допустимый ток будет аж до 7 Ампер. А это в 7 раз больше, чем у стандартного зарядника айфона. Разумеется, обычные быстрые зарядки до такого уровня тока не доходят. Так, если брать популярный USB Power Delivery, то для зарядки смартфонов он предлагает 3 режима. 5 Вольт, 2 Ампера, 12 Вольт, 1,5 Ампера и 12 Вольт, 3 Ампера. То есть, даже самый продвинутый из вариантов имеет ток всего 3 Ампера, что можно считать безопасным уровнем для флагманских смартфонов с аккумуляторами на 3500-4000 мАч. Подытожив, можно сказать, современные литиевые аккумуляторы достаточно надежные и безопасные продукты, способные без сбоев работать пару лет. Об этом отлично говорит тот факт, что на миллиарды проданных смартфонов случаи их возгорания по вине батарей практически не происходят. Конечно, бывают технологические недоработки, как в том же бомбическом Galaxy Note 7, но даже там на миллионы проданных гаджетов случаев пожаров было всего несколько десятков. На этом всё. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал Мой Компьютер, жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Удачи и до новых встреч!